Добрый вечер на канале Перина РБК новости. В ближайшие 10 минут самая актуальная деловая информация. В студии работает Елена Лебедева. В начале выпуска коротко о главном. Спрос на наличные иностранные деньги в январе 2015 года сократился более чем в три раза. Пермский край вошел в число сильнейших регионов по развитию науки и техники. И безналичная оплата обогнала по популярности у онлайн покупателей наличные. Совокупный спрос населения России на наличные иностранные деньги в январе 2015 года сократился более чем в три раза. Такие данные приводят специалисты Центрального банка Российской Федерации в обзоре состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты. За первый месяц года россияне купили в банках и сняли с валютных счетов в пересчете на доллары всего 6 миллиардов 379 тысяч, что на 14,5 миллиардов долларов меньше, чем в декабре 2014 года. При этом россияне в январе 2015 купили в банках валюты на 70% меньше, чем месяцем ранее. Средний размер сделки по покупке валюты сократился в полтора раза. Впрочем, сбрасывать накопленную ранее наличную валюту население России пока не спешит. По данным Центробанка, в январе этого года россияне положили на счета в банках и продали в обменниках более 4,5 миллиарда долларов и почти 2 миллиарда евро. При этом объем продаж наличной валюты сократился чуть ли не в два раза. Количество сделок по продажам населения наличной иностранной валюты на треть, а средний размер одной такой сделки на 21%. Впервые с февраля 2013 года предложение наличной иностранной валюты превысило спрос на нее, отмечается в обзоре Центробанка. Темпы строительства в Пермском крае продолжают оставаться высокими. Это связано с тем, что строительной отраслью был создан хороший задел в регионе в последние годы. Рост строительной отрасли в Пермском крае продолжается уже на протяжении трех лет. В 2013 году была взята отметка ввода в строй 1 миллиона квадратного метра. И даже в сложных условиях современной экономической ситуации объем строительства за первые два месяца превысил показатели прошлого года в два раза. При этом растет и число доступного жилья. Об этом говорилось на 10-м Камском форуме профессионалов рынка недвижимости. Успешные темпы ввода жилья в крае связаны и с политикой региональных властей. Задачу номер один для себя поставили как раз стимулирование и поддержка жилищного строительства. Не сократили ни на копейку объемы финансирования. Наши земляки это все знают. Мы сегодня активно идем по пути снижения налоговых нагрузок на предпринимателей, которые работают в сфере недвижимости. Ну и безусловно сами являемся активным заказчиком застройки. На жилищное строительство из бюджета Пермского края будет направлено порядка 5 миллиардов рублей. Переговоры предпринимателей и власти продолжаются. Идет совместный поиск выхода из дальнейшей возможной стагнации отрасли. Один из путей избежать ее – сделать доступней ипотеку. Может быть, сегодня стоит компенсировать, допустим, 1% ипотеки. На это много не надо. Понадобится не более чем 100 миллионов рублей. Но вы представляете, какой ажиотаж среди российских регионов вызовет Пермский край. То есть у всех 12,8, а у нас 11,8. Причем это можно сделать в очень коротком периоде. Только лишь на время кризиса. Допустим, на 2-3 года. Отметим, что масштабное строительство вышло за пределы краевого центра и Пермского района, где оно концентрировалось ранее и распространилось на большинство поселений региона. И это хороший знак. Андрей Вылежнев, Владислав Рашидов, Пермь, НРБК. Пермский край вошел в число сильнейших регионов по развитию науки и техники. Таковы итоги работы по оценке потенциалов субъектов Российской Федерации в этой сфере специалистов РИА Рейтинг. Пермский край занял десятую строчку. Это неплохой результат. Перечень составлялся на основе данных Росстата. В нем учитывались региональные показатели инвестиций в науку и технологии, инновационная активность предприятий и человеческие ресурсы, затрачиваемые в регионах на научную деятельность. Всего для исследования были отобраны 80 субъектов. Их оценивали по 12 показателям. Высокое место в рейтинге большинства регионов обусловлено двумя факторами. Наличием университетов, академий городков, наукоградов, всевозможных НИИ, КБ, НПО, которые обеспечивают теоретическую базу инновационного и технологического развития. Наличием в регионе исторически развитой, высокотехнологической, по любым мировым меркам, ядерной и военной промышленности. Или с функционированием особых экономических зон и относительно новых кластеров, которые обеспечивают платформу для внедрения теоретических изысканий на практике. Мэр Перемей провел открытый прием граждан в индустриальном районе. А перед ним он провел выездную проверку, чтобы убедиться, что в районе делается для благоустройства. Проблем, как выяснилось, хватает. Это и дороги, и грязь, и мелкорозничный бизнес. Насыщенным получился день открытого приема граждан в индустриальном районе у мэра Перми Игоря Сапко. Он начал его с объезда, желая лично увидеть, что делается в районе для его благоустройства, а закончил вручением медали ветеранам Великой Отечественной войны и общением с горожанами. Улица 9 мая, которая по определению сегодня, в год 70-летия Победы, но должна быть идеальным местом и показательным для всего дорожного ремонта. Кроме всего прочего, есть серьезные обращения и по улице Давыдова, по улице Леонова, по улице Карпинского. Очень важно сегодня нам отработать с подрядчиками вот эти ключевые вопросы, которые поднимают сегодня жители района. Так, давайте выходим, глянем. А можем надеяться, что к 9 мая вот эти ям на улице Давыдова не будет? Управление благоустройства выдало задание всем районным администрациям. И в течение апреля-июня, там до 1 июня, будет сделано порядка 70% от общего объема. Перечень наиболее проблемных участков сформирован. Для начала работы подрядчики ждут хорошей погоды. В течение поездки также обсуждались вопросы уборки, благоустройства и демонтажа самовольно установленных объектов розничной торговли. Мусор нужно убрать. Обязательно завтра я свяжусь с людьми, которые мне писали сообщение, уточню, чтобы они мне в режиме обратной связи дали сообщение о ликвидации здесь, нестанционированной свалки. Объект, по идее, стоит вообще, я понимаю, на газонной части, перегораживает тротуар и требует сноса. К сожалению, таких у нас объектов в городе не один. Сейчас мы приняли все необходимые документы, создали полноценную нормативно-правовую базу, чтобы ликвидировать незаконно установленные объекты мелкой розницы. В бюджете города предусмотрены денежные средства для этого. Сейчас все в руках администрации районов. В 2014 году в индустриальном районе отремонтированной улицы Карпинского и Леонова появился новый светофор на Аверятской промышленной, что позволило снять проблему с пробками. А в этом году реконструкции ждет проспект Декабристов. Жители индустриального района уже оценили происходящее изменение. Очень положительный момент тот, что сегодня уже начала реконструкция улицы Советской армии. От Мира до Карпинки. Мы так много лет ждали этого. Производятся работы по благоустройству. То есть во дворах устраиваются спортивные площадки, благоустройство придомовых территорий. Мне нравится. Вот это бы сделать футбольное поле, баскетбольную площадку. Так, чтобы хотя бы просто сделать в порядок, перевести как хороший хозяин. А больше-то ничего и не надо. Оценив текущую работу местной администрации, глава Перми посетил школу номер 122, где перед началом открытого приема жители индустриального района вручил ветеранам юбилейные медали, посвященные 70-летию Победы. Сегодня их в районе проживает 2143 человека, а в целом в Перми около 13 тысяч. К дню Победы в индустриальном районе будет проведена большая работа по озеленению. Появятся цветники с соответствующей символикой. Сергей Штерн, Георгий Тимофеев, Перемная РБК. Безналичная оплата обогнала по популярности у онлайн-покупателей наличные. Это произошло в первую очередь за счет новых пользователей интернета. Все больше россиян предпочитают безналичные формы оплаты интернет-покупок, показало исследование платежных систем PayPal и Data Insight. В текущем году доля интернет-пользователей, оплачивающих товары и услуги онлайн, выросла почти в полтора раза, до 63%. Пользователи объясняют это удобством и экономией времени. Популярность онлайн-платежей растет в первую очередь за счет новых пользователей интернета, потребителей старше 55 лет и жителей регионов. Самый популярный способ онлайн-покупок — это дебетовые карты. Их используют 87% пользователей. Стоит отметить, что недоверие россиян к онлайн-платежам была одной из основных проблем, которую российский рынок электронной коммерции пытался побороть все последние годы. Сегодня доля предоплаченных товаров растет. В услугах авиа и ЖД-билеты гостиницы уровень безналичного расчета и вовсе приближается к 90%. Рост доли безнала поддерживает развитие трансграничной торговли. В целом, рынок российской интернет-торговли оценивается в 713 миллиардов рублей. Выход из тени. Работа в неформальном секторе экономики стала для россиян менее привлекательной. Соотечественники устали от черных и серых зарплат. Чуть меньше половины россиян, 44%, согласны получать зарплату в конверте. Такие данные были представлены аналитиками портала «Суперджоп». В исследовании, которое было проведено в начале этого месяца, приняли участие 1600 человек из числа экономически активного населения. За последние 6 лет, согласно опросу, число россиян, готовых принять от работодателя, серую или черную зарплату сократилось на 15%. Больше склонны к такой форме оплаты мужчины, чем женщины. 52 против 36%. Вместе с тем, чем старше становится работник, тем меньше он заинтересован получать зарплату в конверте. В категории до 45 лет число таких составляет 45%, а после 40%. Однозначно против оплаты своей работы в такой форме выступили 33% опрошенных. Их число за последние 6 лет также выросло. И это была вся информация на сегодня. В студии работала Елена Лебедева. Оставайтесь на РБК. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова